Со всего мира приходят соболезнования по поводу смерти Виталия Чуркина. Постпред России Прион скоропостижно скончался в Нью-Йорке накануне своего дня рождения. Сегодня ему исполнилось бы 65 лет. Слова сочувствия семье и коллегам передал Владимир Путин. Как отметили в пресс-службе Кремля, президент высоко ценил профессионализм и дипломатический талант Чуркина. Бывший генетекон Панги Мун, руководивший организацией последние 10 лет, заявил, что для него было честью работать с Чуркиным и наблюдать за тем, как страстно и самоотверженно он представляет нашу страну. А глава европейской дипломатии Федерико Магирини признала, что Виталий Иванович играл лидирующую роль совбези. И по ее словам, Россия потеряла одного из самых выдающихся дипломатов. Известно, что в ближайшие дни состоится специальное заседание Генассамблеи в память о постпреде. Из Нью-Йорка передает Жанна Галакова. У здания российской миссии Прион в центре Нью-Йорка приспущены флаги. Сегодня здесь будет открыта книга соболезнований. Почти 11 лет Виталий Чуркин занимал должность постпреда, больше, чем кто бы то ни было до него. И в Совете безопасности он считался старейшиной, дипломатическим дуаеном. Его внезапная кончина потрясла всех. Он был замечательным коллегой, глубоко преданным своей стране дипломатам и одним из самых образованных людей. Давайте почтим его память минутой молчания. Прошу всех встать. В ближайшее время Виталию Чуркину будет посвящено специальное заседание Генассамблеи. Блестящий дипломат, искусный полемист. Его уважали коллеги, ему воздавали должные оппоненты. Председатель Генассамблеи Питер Томпсон назвал Чуркина великим профессионалом. Постпред Великобритании гигантом дипломатии и своим другом. Хотя с Мэтью Райкрафтом Чуркин не раз вступал в жесткую дискуссию, равно как и с представителями США. Мы не всегда смотрели на вещи одинаково, но он, безусловно, мастерски защищал позиции своей страны. Маэстро дипломатии и глубоко неравнодушный человек. Он сделал все возможное, чтобы преодолеть разногласия между США и Россией. Пикировки с бывшим постпредом Самантой Пауэлл стали хрестоматийными. За ними следили не только в зале. Интернет-трансляции и заседания Совбеза были доступны для всех. Меткие замечания Чуркина расходились на цитаты. Мне особенно странным, конечно же, показалось выступление представителя Соединенных Штатов, которое построило свое выступление, как будто она мать Тереза. Вы вспомните, какую страну вы представляете. Вспомните послужной список своей страны. И потом уже начинайте рассуждать с позицией морального или какого-то другого превосходства. Американская система юриспруденции и пенитенциарная система никогда не была замечена в гуманизме. В Гуантанамо вы больше 10 лет держите людей без предъявления обвинений. Они там попытки самоубийства совершают, голодовки объявляют. Вы их там насильно кормите. И это все считается нормальным. Чуркину достался очень сложный период. Нападение Грузии на Южную Осетию, арабские революции, война в Сирии и, конечно, Украина. Вы вот у госпожи Павру, она сейчас смеется, спросите, что она там с Порубием, они поджигали на Майдане. Все вы там говорите, Россия то, Россия сё, как будто нет этих людей, которые воюют за свои права и отстаивают свои права на востоке Украины. Он умел говорить сходу, парировать без подготовки. Первым в отечественной дипломатии стал общаться с иностранной прессой вживую. Блестяще владел английским, но мог легко перейти на французский. Я помню, что он впервые заставил говорить о себе, когда еще был начинающим дипломатом, работал в нашем посольстве в Соединенных Штатах Америки. И одним из первых не побоялся пойти в аудиторию к сенаторам, к депутатам, с ними общаться открыто. Это, в общем, был образ новой России. Он всегда заставлял себя слушать. И очень часто люди, которые занимали противоположную позицию, после дискуссии с ним, приходили к тому мнению, к той точке зрения, которую представлял Виталий Иванович. У него было право в ответственные моменты принимать решение, не советуясь с Москвой. Так, полтора года назад, во время выступления президента Украины, Чуркин демонстративно покинул зал юбилейной генассамблеи. Это был очень драматичный момент, но еще раз, это была демонстрация государственной позиции, никаких личных эмоций, никаких симпатий и антипатий. Но это была убежденность в том, что нашу страну в обиду нельзя давать ни при каких обстоятельствах и никому. И вот в этом был весь Виталий Иванович. Никита Ивановича уважали и те, кто ему симпатизировал, и его оппоненты, причем жесточайшие оппоненты. Эта утрата невосполнимая. Таких, как он, мне кажется, не было. И он уникальный, он такой один. Искусный дипломат с ярким характером. Так написала о Чуркине Нью-Йорк Таймс. Его чувство юмора телеканал СНН назвал обезоруживающим. Когда США не дали полноценную визу, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко Чуркин заметил, с точки зрения пропаганды они выстрелили себе в ногу. Я еще два дня того назад по просьбе коммерсанта пытался чинить остроумные ему поздравления в 65-летие. Потому что сам Виталий, этот человек очень остроумный, выдающийся, интересный, оскрометный. И я друг кого не встал. Он сравнивал свою работу с трудом Столивара. 12-часовой рабочий день, нередкие ночные бдения, но он никогда не показывал усталости. С тяжелого заседания или с многочасовых переговоров выходил к журналистам бодрым, с неизменной полуулыбкой, готовый отвечать на любые вопросы. Он должен был выступить сегодня на заседании Совбеза, посвященном конфликтам в Европе. Это заседание начнется с минуты молчания. Жанна Агалаква, Борис Леонов, Роман Кудрин, Первый канал, Нью-Йорк. У здания Министерства иностранных дел на Смоленской площади в Москве все больше цветов. Флаги на фасаде приспущены, на них траурные ленты. С самого утра Эдвард Свело к МИДу начали эти люди. Приносят красные гвоздики. Недолго останавливаются, чтобы почтить память выдающегося дипломата. Оставляют записки и плакаты. На них слова благодарности.